Всем привет, я Евгений Чернов, и сегодня мы поговорим о литературе и о моих любимых книгах. Да, конечно, в детстве так получилось то, что очень много читал. Особенности, ну, естественно, это детские книжки какие-то, это Винни-Пух и все-все-все, к примеру. Взять серию книг Эдуарда Успенского, Дядя Федор, Пес и Кот, Трой из Простоквашина. То есть, такие вот детские книжки, которые добрые, веселые и ни к чему не принуждающие. Просто ты читаешь, читаешь, потому что я думаю, что в детстве любовь к книгам прививать нужно каждому ребенку, и это очень важно. Себе такую немножечко планку взял, чтобы читать какую-то классику, чтобы то, что читают во всем мире, как бы, и я пытаюсь это тоже прочитать, потому что у нас особенно очень много времени на сборах свободного, когда ты можешь посвятить время книге. И так же самое, когда летаем на выезде, тоже в самолете можно почитать книги. А сейчас я люблю читать автобиографии. И вот недавно прочитал автобиографию Алекса Фергюсона. И просто, ну, я не знаю, на меня это произвело очень такое большое впечатление. Мне было очень интересно читать человека, который писал о своей карьере, о тренерской, и в целом о жизни писал. И очень много я для себя почерпнул из его книги. На самом деле, это очень важно, думаю, для спортсмена, тем более для футболиста, читать автобиографии таких великих тренеров, великих людей, которые могут в будущем тебе немножко помочь где-то в карьере. Также я еще прочитал автобиографию Стивена Джерарда. Это тоже сумасшедший человек, сумасшедший капитан, настоящий капитан Ливерпуля. И было тоже очень много в книге интересного, что ты можешь подчеркнуть для себя и посмотреть вообще, как идет жизнь, как складывается футбольная карьера у таких великих людей, и что их тревожило, и о чем они думали вообще, и как они боролись с проблемами, с которыми сталкивались. Поэтому это очень интересно и очень важно, думаю, для спортсмена читать автобиографии таких людей. Книгу, которую должен прочитать каждый, это Шантарам, потому что там рассказывается о человеке, который сталкивается с различными ситуациями в своей жизни и при этом остается всегда человеком. Наверное, что очень важно в современном мире, несмотря ни на что, всегда быть хорошим, трезво оценивающим ситуацией человеком. Когда моя дочь начнет читать уже самостоятельно, естественно, я ей посоветую прочитать книги, советские сказки, советские рассказы, думаю, то, что так же, как и у меня, наверное, это будет Винни-Пух, это будет доктора Айболита, думаю. Ну, все вот эти детские, детские, советские, потому что они ничему плохому никогда не учат и, наоборот, учат доброте, учат доброте, и это тоже, я думаю, что это очень важно для ребенка, и поэтому будет читать наши советские хорошие книжки. Мой топ-5 книг, ну, я, наверное, назову их просто по очередности, я не буду составлять, какое первое место займет, какое пятое место займет, потому что я не стану выделять. Я думаю, что первая книга, это будет Вальта Раскотта, это «Рыцаря и Венго», будет, она мне очень понравилась и рассказывается о древнем времени, и как, так же самое, как люди жили, как воевали, было достаточно интересно. Вторую книгу я назову «Дэниэла Киза. Цветы для Эл-Джурнона». Такая очень-очень интересная история человека, но я думаю, что я не буду лучше рассказывать, пусть люди сами прочитают, потому что это очень интересная книга. Третья – это «Мастера Маргарита». Ну, я вот здесь, я считаю, что, да, возможно, каждый должен прочитать ее, это русская классика, да, ее надо прочитать. Четвертая книга. Я назову, наверное, Дэна Брауна «Кот да Винчи». Захватывающая, интересная история. И пятая, я думаю, что я назову автобиографию сэра Алекса Фергюсона. Вот эта книга, новая книга о современном мире и очень захватывающая история. А вот книга, которая будет следующей, я ее обязательно прочитаю, про автобиографию Майка Тайсона, тоже великого человека, великого боксера, и это будет тоже достаточно интересно. Продолжение следует...